Вообще интернет, я повторяю, это очень классная штука, но это всегда палка о двух концах, которая бьет и на ум, и на глупость. И мне взрослые люди присылают, вот я смотрю профиль, вроде взрослые, разъевшиеся морды, трое детей, вторая жена, дача, третьи шашлыки, четвертая язва. И вот этот дебил, серьезный, причем начиная с уважения, что он меня очень уважает, а как он меня может уважать, если он его вопрос противоречит всем моим писаниям научным? Присылает бредятину ролик из Ютуба, где рассказывается про некую ядерную войну в начале 19 века. В начале 19 века ядерная война. То есть это значит, что это бактерии, это животные, да-да, там пишут, вы нас называете бактериями, вот таких только надо бактериями называть. Это быдло, бактерии, животные. Почему? Объясняю. Потому что если существо, прожив до 40 лет или сколько, не знает до такой степени основ физики, химии, истории и всего, если он может подумать, что ядерная, вздумайтесь, вот для этого нужны бомбы. А для бомб нужен целый период развития в 150-200 лет, чтобы прошел удар, и там все известно. В какую секунду появился какой изобретатель документ, чтобы к этому прийти. Более того, девчонка начала 19 века. Вы думаете, что это давние, все известно. Дети мои, все известно. Вот вы в основном в своей массе, вы замечательные люди, вы получили там образование, но процентов 60-70 пролетарские семьи, бывшие крестьяне, без паспортов. А есть семьи приличные, в которых все задокументировано в России до 18 века. А на Западе я знаю, например, лично знаю аристократов, которые имеют документы ежегодные до 12 века, а в Риме даже знаю две семьи, которые ведут свое происхождение еще от каких-нибудь Помпилий и Помпеев. И это 2000 лет назад. И причем ведут, что значит, это может быть легендарно, но дома, документы, фамилии, латинизации и прочее, это все зафиксировано. А что касается начала 19 века, у нас, допустим, мы знаем даже количество, даже количество, мы знаем поименно не только унтеров, офицеров, старших унтеров, а даже рядовых чинов в Бородинском сражении. Вот до чего мы довосстанавливались. У нас есть подденные записи всех военных журналов, всех газет, у нас есть все газеты, всей Европы, это очень много газет в каждой стране, каждый день, каждый день множество. Мы все знаем, кто откуда чего. Вот приличные семьи имеют документы на 200 лет, и там не может появиться ядерной войны и выдуманных каких-то историй а-ля Фоменко для быдла. Потому что для кого они пишут? Для быдла, у которых семьи, ну кто-то из детдома, кто-то там из чего еще. Я не скажу, вы знаете, опять, не надо хвататься слова, что там из детдома значит плохой. Нет, прекрасный человек, и там из крестьян прекрасный человек. Но я вам объясняю, что если у вас папа, мама, дедушка, бабушка не показывали с детства определенный уровень знаний, и вы его сами не схватили, не взяли, вот так вот вышло, не взяли потом, и в 40 лет вы меня спрашиваете, то, что вы обязаны были минимум знать в школе, в институте, вы уже, к сожалению, в этой ситуации вы букашка. Даже если вы из какой-то невероятно богатой аристократической семьи, если вы не взяли этих знаний, вы микроб. И не называть вас микробом, не оскорблять вас, это оскорбление уже меня самого, то есть я себя оскорбляю тем, что я не поставил шавку на место, не назвал шавку шавкой. Потому что он оскорбил себя, меня этим вопросом, и вообще буквы, то, что, где он пишет, он оскорбил. Вот подобным уровнем, даже возможность самой представить такую бредятину, когда говорят, что это выдуманная там какая-нибудь, та же война, 12 свод, выдуманная, что еще выдуманная. Дети мои, войдите, ей сохранилось абсолютно, вы можете в руках подержать, в архиве, никто ничего не скрывает, это вам не вторая мировая, где сталинские указы скрывают, это там ничего не скрывают, только надо иметь энергию, талант и, в общем, так далее. А какая-нибудь шавка, больная абсолютно, берет фотошоп, показывает типа старую карту, типа старую книжку, говорит, ой, как странно. И 200 тысяч ублюдков, абсолютных ублюдков, глазеют и ставят лайки. Можете представить такое? Как их можно назвать еще? Если они до такой стихи ничего не читали, основ не знают. Они могут пойти в музей Пушкин, литературный, посмотреть все предметы эпохи, где там ядерная война, все сохранилось. Мы знаем, как сохранялись стили по вазочкам от Веджвуда. Посмотрите, купите любой огромный, но в английском языке огромный альбом по вазочкам Веджвуда с конца 18 века по нынешнее время. Там по годам написано, вот вам эскиз подписной с годом с датой, когда художник на фабрике, на факторе Веджвуда делал вазочку. Потом это изменяется, каждый стиль, вот был барокко, неоклассицизм, ампир, который в Англии регенский стайл, регенский, потом бедермейр, он же там где-то романтизм, где-то назывался бедермейр, вот затем уже готический, историзм стиль, росло-росло, потом модерн, где-то югенский стиль, где-то модерн. Здесь нельзя ничего придумать. Для образованного человека нет лазейки, куда можно ублюдочные вопросы и ублюдочные версии вставить. То же самое и с терактами, то же самое и с политикой. Вот нет места, куда ублюдство вставить. Если у вас не пустая черепушка, а наполненные знаниями, там не будет места. Если у вас пустая, бессмысленно мне присылать вопросы, потому что я вам не могу сразу в личке или сейчас ответить, допустим, 500 тысяч томов, я не могу вам вставить 500 тысяч томов за эфир или за личку.